С наступлением холодов в Славянском районе увеличилось количество пожаров. О причинах возгораний, а также как не допустить такие чрезвычайные происшествия, мы поговорили с заместителем начальника 15-го отряда Федеральной противопожарной службы Славянского района Эдуардом Василианом. С начала этого года на территории Славянского района произошло 16 пожаров. К счастью, погибших и пострадавших нет. Однако нанесен существенный материальный ущерб имуществу погорельцев. Семь пожаров носили техногенный характер, а это значит, горели дома, хозпостройки и машины. Девять пожаров произошли из-за сжигания мусора и сухой растительности. Кроме этого, с началом холодов риск возникновения возгораний увеличивается из-за работы отопительных приборов и нагрузки на электропроводку. На сегодняшний день, когда было понижение температуры, было два пожара, причина которой оказались, это перекал печи, возгорание, перекрытие потолка, дымохода, вследствие чего возгорание кровли. В холодное время года зачастую часто используются электронагревательные приборы. Хотел бы обратиться к жителям района с просьбой, чтобы не покупали не сертифицированные электронагревательные приборы, обязательно требовали у продавцов сертификат качества и не прибегали к самодельным нагревательным приборам, потому что, как правило, они не имеют системы защиты и приводят к возникновению пожаров. Ни в коем случае нельзя накрывать электронагревательные приборы какими-то вещами или сушить вещи мокрые на этих приборах электронагревательных. Они могут загореться и повлечь за собой возникновение крупного пожара. С целью профилактики возникновения пожаров во всех поселениях района созданы рабочие группы, которые занимаются мониторингом противопожарной ситуации на местах. Особое внимание уделяется многодетным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Последних на территории района 157. С ними проводятся беседы и проверяется пожарная безопасность домовладений. На территории района создано 15 мониторинговых групп в каждом сельском поселении, которые ежедневно совместно с квартальными осуществляют контроль за противопожарным состоянием. И благодаря всем этим совместным усилиям нам удалось достигнуть снижения роста пожаров. На этом мы не должны останавливаться. Наша обязательная цель – добиться, чтобы на территории Славянского района пожаров и гибели, травмирования людей не происходило. Для того, чтобы не допустить возгорания и потери имущества, необходимо соблюдать простые, но важные правила пожарной безопасности. Правильно использовать электроприборы и газовое оборудование. Воздержаться от сжигания листьев и бытового мусора на своих придомовых территориях. Не бросать окурки, не разжигать костры. Тем более, что за это могут привлечь к административной ответственности и выписать штраф, который составляет на физических лиц до 2000 рублей, на должностных – до 20000 рублей, на юридических – до 50000 рублей. Берегите свою жизнь. Помните, огонь – это неуправляемая стихия, и безответственное отношение к ней и правилам пожарной безопасности могут привести к трагедии. Единый телефон службы спасения – 112. Анна Монастыренко, Константин Монастыренко, программа «События».